В заявке она указала счет в Казпочте, который специально открыла для соцвыплаты 42 500. Но деньги ушли в Сбербанк России, где у Ларисы никогда не было счета. Мало того, что люди были на нервах, пока подавали заявки и ждали одобрения на 42 500 тенге, теперь же началась такая же канитель, как получить, обналичить уже одобренные заявки. Выясняется, что деньги уходят не на те счета. Это наводит меня на очень серьезные подозрения. То, что сейчас происходит, это фарс с большой буквы. Неутихающий скандал рассорил казахстанских врачей. Коронавирус стал причиной нехилых таких разборок между чунушами от медицины и практикующими врачами. Есть сенсационное заявление о том, что статистика, которая доводится до людей, мягко говоря, неточная. Обо всем этом подробнее прямо сейчас на канале Максимум. Коронавирус рассорил казахстанских врачей. В мнениях не сошлись вице-министр здравоохранения и алматинский медик. Последняя заявила, что статистику умерших от COVID-19 якобы пополняют казахстанцы, которые скончались вовсе не от вируса. Более ста человек описали ситуацию, когда смерть от инфаркта, от инсульта близкого родственника вызывает за собой давление, пушинг такой, от административных ресурсов, чтобы родственники согласились и подписали, что смерть наступила от коронавируса. Вы знаете, это наводит меня на очень серьезные подозрения. То, что сейчас происходит, это фарс с большой буквы. Алматинский медик, которая сама оказалась на домашнем карантине, считает, правительство упускает время. Казахстанские ученые уже давно могли бы изучить антитела в крови людей, переболевших коронавирусом, чтобы использовать плазму для лечения тяжелых пациентов. На претензии врача ответила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. Чиновница заявила, донорство при лечении COVID-19 уже практикует. Опровергла и предположение врача о неправильных диагнозах. Каждый случай выявления коронавирусной инфекции при жизни или у умершего подлежит регистрации. При этом коронавирус может быть причиной смерти, а может быть сопутствующим заболеванием. Например, умер пациент от некроза поджелудочной железы или инсульта. При жизни или после смерти выявлено КВИ. Но нет никаких проявлений инфекции. В данном случае коронавирус не является непосредственной причиной смерти. Многим нужна помощь не медицинская, а материальная. У некоторых казахстанцев, кому уже одобрили выплату в 42 500, возникают сложности с получением денег. Дело в том, что иногда средства поступают не на те счета, которые указывают люди, а на другие, открытые в Казпочте или совершенно иных банках. Почему так происходит и как решить эту проблему? Екатерина Савчук воспитывает ребенка-инвалида и в период карантина осталась без работы. Ей одобрили социальную выплату, но деньги она получить не может. Оказалось, что их отправили не по реквизитам, которые женщина указала в заявке, а на счет в Казпочте, который Екатерина когда-то открывала для того, чтобы получить выплату за проезд. Теперь снять деньги женщина не может. Зато по 2561 тенге уходит на счет автопарка за проезд. Каждый день, два раза в день, автопарк снимает деньги с этого счета. Я об этом узнала просто случайно. Осталось там 20 тысяч. Завтра уже, может, их не будет. Оказалось, что происходит это автоматически. У Ларисы Шолоховой похожая история. В заявке она указала счет в Казпочте, который специально открыла для соцвыплаты 42 500. Но деньги ушли в Сбербанк России, где у Ларисы никогда не было счета. Женщина две недели обзванивает все инстанции, но не может добиться помощи. В итоге осталась совсем без средств. Я считаю, что в данной ситуации люди очень несерьезно относятся к своей работе. В такую ситуацию, как выяснилось, попали тысячи казахстанцев. Главная причина в том, что в заявках люди допускают ошибки при указании 20-значного банковского счета. Если человек отправил неверный банковский счет, то информационная система автоматически запросит через СМС корректный счет. Если граждане ранее получали социальную выплату и остался действующий счет в банке, деньги направят на этот счет. Также их могут скинуть на персональный счет в любом действующем банке второго уровня. Если человек неправильно указал, он должен все равно получить свои социальные выплаты. Для этого и придумана вот эта интеграция с банком. На сайт 42500енбек.кз, Центра развития трудовых ресурсов, ежедневно поступает в среднем по 25 тысяч вопросов от граждан. Но эта служба не начисляет соцвыплату, только консультирует. Сотрудники физически не успевают ответить всем. Если выплата 42500 поступила не на тот счет, где ее ждал получатель, необходимо обратиться в тот банк, куда пришли деньги, и узнать, как можно исправить ошибку. Все банки работают в онлайн-режиме. Во всемирном индексе свободы прессы, организации «Репортеры без границ» Казахстан занимает 157 место из 180 стран. Даже соседний Узбекистан на строчку выше. Министр информации и общественного развития Казахстана Дорья Набаев заявил, что сомневается в объективности рейтинга. Эксперты говорят, что министр отвергает истинное положение вещей. Бывшего корреспондента республиканской газеты «Время», а сейчас фрилансера, Заурия Мирзахаджаеву вызвали в полицию. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации. Журналист связывает это со своей работой. Казахстан, где преследуют журналистов, находится на 157 месте во Всемирном индексе свободы прессы Международной организации «Репортеры без границ». Всего в индексе 180 стран. Министр информации и общественного развития Казахстана Дорья Набаев в интервью Государственного канала усомнился в объективности рейтинга. Но место, которое мы сейчас занимаем, не отражает объективной реальности. Скажу больше. Многие представители зарубежных фондов, неправительственных организаций, которые работают в Казахстане, признают это. В нашей стране аккредитованы десятки иностранных журналистов. И я уверен, им в Казахстане гораздо комфортнее осуществлять свою профессиональную деятельность, чем в десятках стран, которые опережают нас в этом рейтинге. Руководитель прессозащитной организации «Делсёст» Тамара Калеева считает, что министр отвергает истинное положение вещей. Она говорит, что «Репортеры без границ» основываются на фактах, а не на обещаниях властей. Он недоволен, но он этих фактов не называет, а я могу их назвать. У нас в прошлом году более 70 гражданских процессов против журналистов. У нас около 50 уголовных дел, в основном по клевете, по заведомо ложной информации и так далее. У нас в прошлом году задержано 30 журналистов при выполнении профессиональных своих обязанностей. У нас нет никаких подвижек в сторону демократизации нашего законодательства. Репортеры без границ отмечают, что при президенте Касанжо Марти Тукаеве, который говорит о реформах, усилился контроль за интернетом. Власти пытались установить онлайн-мониторинг. Журналист и активист движения «Уян Казахстана» Семжапишева считает оценку авторитетной международной организации справедливой. Глава Союза журналистов Казахстана Сит Казыматаев констатирует, медийное поле страны ограничено. Независимой прессы практически нет. Многие негосударственные СМИ принадлежат людям во власти и работают в условиях самоцензуры. Казахстан в индексе свободы прессы уступает соседним странам – России, Кыргызстану и Узбекистану. Критики нередко говорят, что казахстанское законодательство СМИ ограничивает свободу слова. Поправки усилили препятствия для журналистов. В 2017 году министр Абаев говорил о необходимости принятия нового закона. Минуло три года, но документ не принят. Страняйте его в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о том, что теперь знаете и вы. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы оперативно получать уведомления о появлении новых роликов на канале Максимум. Без нажатого колокольчика эта функция про уведомления не работает. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто. Все гораздо проще.